Политика онлайн в эфире. Здравствуйте, я Инга Мизеря. Со мной на связи Роман Цымбалюк. Роман, приветствую, слава Украине. Привет и слава Украине. Героям слава, смерть российским оккупантам. Да, и отдельно Инга, здравствуйте. Роман, давайте поговорим о том, что происходит. Я просто на днях прочитала статью из Atlantic Council о тех четырех сценариях, которые эти эксперты, американские эксперты видят для Украины. И вы знаете, я не увидела, вот там была и ядерная война, и ядерная, то есть попытка ядерной войны, и о том, что это может быть замороженный конфликт. И вы знаете, я не увидела ни одного сценария, где американские эксперты предлагают нам победу. А предлагают, я имею в виду, потому что там обсуждаются, что будут делать США, как будут вести себя Франция и Германия, что будет делать Китай. То есть моменты о том, что Европа и вообще Запад объединился и помог Украине победить, его как-то не рассматривают. Как вы думаете, насколько вот эта вот статья, это просто мнение каких-то определенных людей, либо, может быть, действительно Запад настолько скептичен? Ну, во-первых, на Западе, а там свобода слова, и там пишут разное. Во-вторых, во-вторых, при всем уважении к американским экспертам, мне кажется, нам нужно смотреть в этом контексте на действия американской власти. А действия американской власти, они тоже понятны и очень четкие. Это ленд-лиз для Украины со всеми вытекающими последствиями для российских орков и оснащение украинской армии. То есть понятно, что это не пройдет в секунду, но тем не менее. А что касается прогнозов, ну, была масса американских прогнозов, что Украина прекратит существование после трех дней российского вторжения. Киев падет, они всех убьют, всех изнасилуют и всех ограбят. Но пошло немножечко не так. Не всех убили, не всех изнасиловали, не всех ограбили. А некоторые в Киеве уже возобновили ремонты квартир не после обстрелов, а потому что нужно поклеить все равно обои, чтобы жить. Поэтому я на это смотрю немножечко по-другому. Мы, украинские мужчины и женщины, уют нашу победу здесь и сейчас. И схожу из одной опции. Все российские захватчики, они здесь сдохнут, если не уйдут. И да, ситуация на фронте очень тяжелая. И каждый из нас должен просыпаться с мыслью о городе Мариуполе и его защитниках, которые спасли во многом Украину. Именно так. И я надеюсь, в результате деблокирования этого населенного пункта, все люди, весь личный состав, который там находится, президент Украины, их всех наградит звездой героя Украины. И это будет справедливо. Потому что это реально героизм. Но война продолжается, поэтому будем исходить, Инга, из того, что американские аналитики здесь ошибаются. Хотя нам будет тяжело, не все доживут до победы. Кто доживет, этот период будет самый яркий на всю жизнь. Ну, надо добавить, что они и победу России тоже, собственно, ни в одном из этих сценариев победы России тоже нет. Так они не такие уж, Инга, не такие неплохие и аналитики, как мы подумали сначала. Да, да, это уточнение. Просто как бы во многое просто, я, получается, тогда рекламирую статью, но, в принципе, речь идет о том, что где-то там элиты все равно переходят в какие-то договорники. Где-то там сняли санкции, где-то начали покупать газ, нефть. То есть вот речь об этом. Ну, хорошо, давайте от одной прессы к другой. Вот британская пресса пишет о том, что нужно максимально много давать Украине, призывает всех европейцев нам и небо закрывать, и давать оружие. И мы видим, что приезжает Коррис Джонсон, который, в принципе, в той или иной мере говорит только более мягко то, что говорит уже британская пресса. Как вы думаете, насколько сейчас Великобритания может быть действительно таким флагманом в решении, в общем-то, украинских проблем военных? И насколько Франция и Германия могут это, гальмовато, я хочу сказать, российское, тормозить? Притормаживать, да. Во-первых, это не украинские проблемы. Это вот очень важно. Почему сейчас все включились в вопрос помощи Украине? Потому что они наконец-то осознали, что это не украинские проблемы. Это мировая проблема, мировое зло. Это российский нацизм. И если они, вот еще раз, у кого хватает мозгов, немножечко посмотреть дальше. Если они такое творят с Украиной, с страной, которая, ну, как минимум, понимает русский язык. Как минимум. И там еще, что Путин какой-то херь рассказывал там про что-то общее там. То, внимание, вопрос, как они будут действовать в Европе. Ведь, если кто-то до этого, и многие, и я в том числе думал, что это такая, знаешь, повышение переговорных позиций, там, публичная риторика на тему НАТО, убирайтесь там куда-то там, на уровень 97-го года. Но так выяснилось, что это все не шутки, это все не слова. Поэтому наши европейские партнеры помогают нам, потому что хотят спасти себя. Это важно. Плюс есть еще один момент. И лидерство, и политики, и те же англичане, насколько я понимаю, они смотрят на нас и видят себя в 1940 году. Когда они начали битву с нацизмом, со всеми, опять же, вытекающими историческими аналогиями и последствиями. Поэтому, да, по-моему, я тут не ошибся в том плане, что нам дадут и денег, и оружие. Когда началась война, единственное, я думал, что это будет быстрее, но, опять же, тут геополитический фактор влиял, вмешался, что, ну, во-первых, технология принятия решений достаточно такая, она на Западе медленная. Но факт остается фактом. Небо закрывается, тяжелое оружие поставляется. Президент Украины говорит, возможно, вы немножечко опоздали, и президент Украины, очевидно, прав. А может быть и нет. А мы исходим из того, что не опоздали. Ну, просто тут любое промедление, это жизнь людей. Жизнь граждан Украины. Но глобально, глобально россиянам здесь капсдан. Вот если они еще не осознали это, вот, может быть, послушают нас, и мы вот тут, знаешь, как два украинца на чисто русском языке говорим, вы здесь сдохнете, вас здесь просто поубивают. И тут вообще сомнений нет ни у кого. И мне кажется, наступает момент, когда и у них сомнений нет уже, что их ждет здесь только смерть. Тогда, если это так, то, ребят, валите в Рашу, живите как хотите. Вот вопрос о том, что, может быть, я не совсем понимаю немецкую бюрократию, точнее, ее совсем не понимаю, но из того, что я читала, то вот эти танки, это вооружение, которое они нам готовы дать, оно в Украину сможет приехать где-то через три месяца. Что является для европейской бюрократии просто супербыстро, потому что такие вопросы решаются обычно годами. Так вот, сейчас, по идее, Путин должен был бы спешить, чтобы к 9 мая повесить себе какие-нибудь ординаты генералиссимуса и сказать о том, что вот он присоединял Донбасс. Но мы видим, что какого-то серьезного обострения сейчас на Донбассе, вот того массированного наступления, о котором так долго говорили, пока не происходит. Почему, на ваш взгляд, это сейчас не происходит? Это чисто военные вопросы или это какая-то у него тактика? Я просто о том, что с каждым месяцем вооружения в Украине будет все больше. Вот я о чем. Во-первых, на Донбассе боевые действия проходят нон-стоп и общаясь с военными некоторых частей, которые там, то артиллерия стреляет нон-стоп уже 40 дней. И днем, и ночью. Вообще не останавливается. И это вот важно все-таки проговорить. Попытки захватить Донбасс, они не прекращаются. И да, все говорят о том, что у них там в плане захватить нашу группировку в зоне ООС. И, короче, нас победить и убить. Опять же, давай скажем прямо. Но дело в том, что выяснилось, на святой украинской земле выяснилось, что русские, они смертны. Они умирают здесь. Умирают сотнями. И да, очевидно, с точки зрения политики и всякой этой лабуды, они будут что-то там делать до 9 мая. Но мне иногда кажется, может быть, они просто все сдохнут до этого момента. И замедление, оно связано только с одним, что у них нет силы. Это не та, это, там, знаешь, все нас там пугают, там, сирийским мясником, этим генералом-дворником, еще что-то. Одно дело бомбить города без средств ПВО, другое дело воевать в Украине, где на земле и в воздухе россиян ждет смерть. Заметь, вот как они докладывали нам, докладывали сначала Путин в первый день войны или на второй день сказал, что все, у Украины не осталось ПВО. Потом Шойгу этот термин, тезис повторял раза два или три. Потом еще что-то, но почему-то все пришло к тому, что они практически перестали летать над крупными городами. То есть они летают на Донбассе, не без этого, и вертолеты там тоже, все у них, ну, враг очень силен. Но я просто исхожу из того, что тут две опции. Их слишком много грохнули уже. И привет российским мамам из Украины. Никаких сантиментов нет. Ваши сыновья, мужья, они оккупанты, они должны быть уничтожены. А второй момент. Нет ресурса. Вот просто нет человеческого ресурса и военного ресурса. Потому что одно дело показывать танковый биатлон красиво в прямом эфире во время соревнований с китайскими друзьями. И белорусскими, и армянскими. Другое дело, когда в этот танк стреляют на поражение. И не только из дживелина, а из вообще все, что есть. Поэтому, не знаю, страшно. Ты понимаешь, что судьба Украины решается прямо сейчас. Но мы-то знаем, что мы делаем. А каждый российский солдат все равно задается вопросом. Вот у него этот вопрос всегда на подкорке. А стоит ли рисковать жизнью ради стиральной машины? Вот он все равно все время этого мысли его будоражит. Он думает, блин, они же убивают за это. Да, за стиральную машину каждый здесь сдохнет. Ну, не только за стиральную машину. Про военные преступления мы все читаем. И все ведет к тому, что если так они себя будут вести, а по-другому они себя вести не умеют, даже пленных перестанут брать. Вы знаете, вот мне кажется, что если вначале, возможно, русские солдаты сюда шли для того, чтобы победить нацистов, то сейчас, по-моему, вот этот лозунг, который был написан на оккупированных территориях в Киевской области, а кто вам разрешил красиво жить, мне кажется, что это сейчас может быть некой объединяющей вообще идеей для российского общества. Нет, наказать Украину за то, что они позволили себе красиво жить. И тут можно и не за стиральную машинку, а просто из ненависти набрать миллионы людей. Нет? Ты понимаешь, это очень интересно у них устроено. С одной стороны, они все поддерживают военную операцию, как они говорят, то есть войну против Украины. То есть все эти там рейтинги, соцопросы, и тут ремарочка в тоталитарных странах, соцопросы, такая штука, очень управляемая. Это первое. Второй момент. Да, российский телевизор, он просто слетел с катушек. В том плане, что они, кроме слов нацисты, фашисты, в отношении нас никаких других слов не употребляют. Они обращаются к Украине, как исключительно террористическому государству. Это терминология. То есть они всячески объясняют российским гражданам, что у нас надо убивать. Убивать и убивать. Ну, одно дело, когда ты призываешь людей к этому, чтобы они поддерживали вот этот вот российский нацизм у себя дома, в Воронеже, например, или Белгороде, который пока мы еще не разбомбили. Но другое дело, когда ты сам в этом принимаешь участие. То есть разница между поддержкой Путина и готовностью умереть за Путина, она просто колоссальна. И вот это вот просто, мне кажется, нужно проговорить. И, понимаешь, они себе мотивацию найдут. Кто-то за стиральной машиной поедет, кто-то хочет просто безнаказанно творить военные преступления, кто-то еще что-то. У кого-то там дружка пристрелили в Гастомеле, а может быть и всех дружков и так далее. Плюс приказы, это же военная организация. Они в той или иной мере все равно и должны выполнять. Но, понимаешь, то, что они сейчас делают, в своем российском телевидении, а это российские информационные войска, оно идет к интересному последствия, какие будут. Во-первых, Украина была, есть и будет. И вот эта вот ненависть между народами она закладывается на поколения, на столетия. И с точки зрения украинского государства. Это еще вопрос. Плохо ли это? Зная там все вот эти вот предыдущие исторические моменты, где у нас там было, как там у нас там братья, там еще там что-то, Ленин, но еще этот бредятин, но которую там любил повторить Путин. Теперь при повторении этих слов кто-то говорит тебе такие слова про один народ, а здесь сразу начинают стрелять просто на слова, даже никто не разбирается. Вот что происходит. Поэтому мотивация их проста. Истребление украинцев и грабеж. Точка. Другой мотивации у них нет. Оборачивают они вот эти слова нацизм, терроризм и так далее. Причем, заметь, как работает телевизор российский. Я вот сначала думал, как с ними вести информационную что ли политику с российским этим мордором. И я пришел к выводу, что на них просто не надо обращать внимания, потому что любое событие они извращают в свою сторону. Пуча. Люди сами себя расстреляли, как выяснилось. Краматорск, да, это не мы. То есть уровень вранья, он очень простой. Всегда одинаково. Один в один. Отрицай, как СМИ-17, и так далее, и так далее. Вот сейчас один из таких вот пунктов, центральных российской пропаганды, по крайней мере, с состоянием дел на вчера. Там есть такой видосик 30-секундный. Не знаю, в Украине это снял. Кто-то в Украине. Там образ прекрасная девушка. Она с серпом перерезает горло российскому захватчику. И вот они это крутят у себя. И таким вот образом это все позиционируют, что, мол, вот видите, мы же вам говорили, они русских не любят. Русских не любят. Причем не россиян, а именно русских. Вот видите, они хотят убить всех русских. И вот это вот крутится, крутится, крутится. Хотя, а как и хотел, падла. Русская ты, не русская. Но все равно. Ты пришел сюда убивать, и тебе отрезали голову. То, что удивляешься тогда этому. Где у вас это? Ну, они это вот подают таким образом, что вот у нас культирует ненависть к русскому этносу. Что является абсолютной ложью. Потому что нам этническая принадлежность российских захватчиков вообще нас она не интересует. То есть я к чему это все веду? Они любое событие извращают таким образом, чтобы питать вот эту вот ненависть к нам. Но раз это так работает, то не надо себя ни в чем сдерживать. Наоборот, надо им рассказывать, показывать, что их ждет здесь. А финал один. Мы вначале об этом сказали. Роман, вот мне просто интересно. Вы же прекрасно знаете всех этих телеведущих российских, вообще эту богему. Скажите, вот они осознанно все это делают? Или они сами в некотором смысле поверили в то, что они вбивали в голову россиян долгие годы? Вот те же самые там Скобеева. У них есть какая-то адекватность? Она осталась? Инга, а вы неправильный вопрос задаете. Вот вы пытаетесь у них человека найти, вот личность, что они о себе думают, что они люди ли они, осталось ли у них какое-то человеческое там обличие. А это неправильный вопрос изначально. Он тем самым заставляет нас подумать, блин, а может быть Олечку взяли в заложники, вот она там что-то, она не хочет говорить, что надо убивать украинцев, это ее заставляют. Да наплевать, наплевать, что они себе, как их мотивация. Она нас не должна беспокоить. Важно, что они делают и что они говорят. А то, что они талантливые, профессиональные, ну бесспорно, конечно, все это высший пилотаж российского, когда-то журнализма, сто лет назад, теперь российских информационных террористических войск, слушай, они точно не глупые. И они прекрасно знают, что они делают. Вот прекрасно. Когда будет суд над ними, и мне позвонят, Роман, вы же с таким же вопросом, вы же их лично знаете, могли бы вы дать показания. Так вот, я ей так и скажу. Показания я буду свидетелем защиты Оли. Именно так. Да, я скажу, что она умная, профессиональная, настоящий информационный террорист. Но, наверное, вешать ее не надо, а всего лишь 20 лет. посмотра своих передач нон-стоп в камере. Наверное, так. Ну, это вообще жестко, Роман. Я даже не знаю. Может быть легче. Легче электрический стоп. Инга, мы из Украины. Тут никакой пощады не будет. Добрый вечер. Роман, важная тема. Вот то, что я сегодня читала, что есть уже информация о том, что в Крыму освобождают целые этажи СИЗО для того, чтобы завозить туда людей из оккупированной сейчас части Херсонской области, из Херсона. То есть, что, в принципе, с инакомыслящими будут бороться там очень серьезно. То есть, после того, что мы видели в Луче, в Ирпене, в Гастомеле, Бродянке, можно перечислять все в Киевской области, все это убийства, изверства, то здесь это некий новый уровень, то есть, вот уже какие-то совсем политические репрессии. Что вы об этом знаете и к чему это может привести? А к чему, слушай, те ничего нового не придумали. Есть два варианта. Или как в Мариуполе летят бомбы, или как в Донецке людей садят на подвал. Все, точка. И понятно, что сейчас, знаешь, у нас много говорят о переговорах и всякое такое. Блин, если где-то сказать, что ну ладно, давайте мы прекратим боевые действия, то там, где они остались, они же не уйдут оттуда. Их же, они не уйдут просто так. Их можно только уничтожить. И со всеми вытекающими последствиями для населения, для украинцев, таких же, как ты и я, которые ничем не лучше и не хуже. Поэтому, да, это российский нацизм. Любое инакомыслие, оно наказуемо. А в современных реалиях это смерть. Мы видим, что в Российской Федерации тоже те новости, которые оттуда поступают, те нечастые, но тем не менее очень важные для нас и одиночные пикеты, там, где, в принципе, и до Оруэла уже штрафуют и пытаются сажать, да, там, мир это война, война это мир. Вот. Как вы думаете, в России вот это вот сопротивление, я даже имею в виду просто вот моральное сопротивление адекватных людей, которые видят весь этот ужас, которые не верят Скобеевой и хотят все-таки сказать об этом во всеуслышание, сколько их еще хватит? Я верю, что там, ну, есть определенный процент этих людей, что не выродилась вся, вся нация, что кто-то еще есть, но сколько их осталось и как их долго их еще хватит? Там можно даже цифры назвать, видишь, в этом плане соцопросы, они же как раз об этом свидетельствуют, у них там подавляющее большинство поддерживают войну с Украиной и есть там порядка 15%, которые, соответственно, или 10-ти этого не поддерживают. И это цифры, они такие, в части процентов 10 это очень мало, а в части, если посчитать сколько людей, то это миллионы людей. Проблема в том, что, а, у них нет никакого возможности свою позицию отстоять, и да, мы будем все равно жить в парадигме хороших россиян нет, если мы говорим о политике. Это нужно просто признать при всем уважении к личному мужеству конкретного гражданина Российской Федерации, который выступает против войны. Но глобально это ничего не изменит. То есть там тотальное полицейское государство, ну то есть диктатура в самых таких этих формах, уничтожение даже вот этих псевдолиберальных СМИ, короче, мордор, да он и в Африке мордор. Поэтому я еще раз очень с благодарностью, как здравый человек, фашистским людям, которые против войны, при этом я понимаю, что никаких шансов у них сейчас изменить ситуацию нет. И когда это все закончится, ни в коем случае нельзя будет, вот тут внимание всем украинцам, если кто-то будет говорить, не все россияне такие нацисты, давайте жить дружно, и дальше братство и вся эта лобода, надо сразу стрелять на звук. Потому что личные отношения между людьми, они остаются личными отношениями, и мне вообще не важно, какой у человека паспорт, если честно, полк, вероиспомедание, сексуальная ориентация. Но когда через вот это будет продвигаться вот этот вот так называемый soft power, то меня это не устраивает. Потому что у нас же, ты знаешь, что в Украине масса живет граждан Российской Федерации с видом на жительство и так далее, которых, кстати, бомбили точно так же, как и украинцы. Ну, почему-то никто не разбирался, защитники хреновые. Так вот, в большинстве случаев эти люди с российскими паспортами, они никогда тебе не будут вот эту вот чушь навязывать. Потому что они здесь живут, а они по сути украинцы. То есть ментально, там, в плане восприятия себя. Ну, вот если кто-то нам начнет говорить, типа, это все Путин виноват, а вот есть там люди, которые были всегда против, ну, скажем, и что? И что из этого? Поэтому, ну, я в данном случае максимально радикален. Потому что, еще раз, Украина в этой войне победит. И потом оттуда начнется там всякие там, я не знаю, вот эти вот товарищи, которые, ну, допустим, из сферы шоу-биза российского, которые прошли между капельками, которые и войну не осудили, и Путину в жопу не лизали. Они начнутся... А давайте мы приедем, споем здесь. Вот единственное направление движения. Потому что вот Рубикон, он здесь. Поэтому наша задача проста. Россиянам, независимо от их национальности, объяснить, что пришел момент, когда мы вам докажем, что мы будем жить отдельно от вас. Так будет всегда. Слушайте, вот на днях же Володин, кажется, да, спикер Госдумы, сказал, что вот этих вот, которые не патриотично настроены, не поддерживают войну, нужно лишать гражданства. Не получится ли так, что в России тогда вот эти 10-15 процентов, которые вы говорите, останутся без гражданства, и 100 процентов россиян, тогда останется тех, кто войну поддерживает. И, в принципе, на этом вообще можно будет поставить крест на все дальнейшие какие-то отношения, перспективы. Не говоря о том, что уже сейчас 64 процента украинцев считают, что никогда невозможно будет построить хорошее отношение с россиянами. Да, я думаю, может быть, и нам и не надо строить с ними хорошее отношение. В нашем случае, когда у нас армия будет в постоянной боевой готовности и не будет стрелять, но пушки будут направлены на россиян, это уже будет успех. А по поводу вот этих вот, понимаешь, идей лишать гражданства, еще что-то. Ну, то есть они таким образом, это называется поиск национал-предателей. То есть все за фюрера. Приведет это к одному, что те, кто против войны, они просто будут вынуждены молчать, а часть из этих людей просто уедет из России, и многие уже уехали. На ситуацию на земле в Украине, в вопросах войны и мира, это никак не повлияет. Поэтому я, вот эти вот заявления, ну, ваша страна, делайте там, что хотите. Это же у вас там, были в пятнадцатом году, что там, коррупция, да, войны нет, коррупция. Все получили по заслугам. Поэтому, ладно, не будем на эту тему. Слушайте, а я хотела вас спросить, вот как вы думаете, это теоретически, да, после нашей победы, и тех россиян, которых, может быть, лишат российского гражданства. Стоит Украине его предлагать, украинское гражданство этим людям? Или, в принципе, вот этот вот имперский дух, который в России достаточно силен, он, в принципе, как бы, как говорят, любой российский либерал ломается на вопросе Крыма, и поэтому, в принципе, нам не нужно делать таких широких жестов. Ты знаешь, мы как нормальная страна, людей, которых преследуют по политическим признакам, конечно, их надо всех принимать. Единственный момент здесь, вот, я просто, я бы лично ничего не менял бы. У нас есть опция для всех иностранцев, каким образом они могут законно здесь пребывать. Вот, эта программа есть, там есть по бабушке-дедушке, есть мужики-жены, есть указ Зеленского как раз для тех людей, кого преследуют в России по политическим причинам. Я бы на этом остановился. А дальше, ты понимаешь, мы, когда ставим вопрос в такой области, мы опять начинаем искать хороших россиян. какую-то массу хороших россиян. А эту историю надо смотреть на конкретного человека. И не важно, еще раз, какой у него паспорт. Это все. так происходило и до этого. Мы же знаем российскую интеллигенцию, которая уже давно имеет украинский паспорт и сейчас максимально выступает за Украину. паспорт. То есть, такие люди, да, такие люди уже здесь. И еще раз, повторю эту мысль, что люди, которые переехали сюда из России с детьми и так далее, их побили точно так же, как и всех остальных. То есть, это такие же члены украинского общества, как и все остальные. Если мы вспомним посвятка на проживание в Украине, она по правам, одно только отличие, человек не имеет права голосовать на выборах. Ну, итог, когда у нас получают гражданство, то они ничем не отличаются по правам и так далее, и так далее. У нас же тоже, я еще раз, в данном случае не надо искать хороших россиян в своей массе. Все очень просто. Есть конкретно взятый человек с фамилией, с именем, отчеством. Есть служба безопасности Украины, есть украинское законодательство. Мы, страна открытая, всегда были и будем. Технология понятна, украинский закон, почка. Вот эти вот размышления, что давайте заберем, пригласим всех сюда, тут побачены. Никакого массового исхода сюда не будет. Особенно, вот то, что называется, вот этих желающих построить здесь, построить в Украине Россию без Путина. До побачения. Нехай счастыть. Вот я как раз, вы вот все правильно сказали, я как раз вот этого немного и опасаюсь, да, что вот, что бы не произошло здесь в Украине, да, Россию без Путина. Хорошо. Я вот последним уже будем заканчивать. Я хочу спросить вас по поводу Белоруссии. Мне кажется, что как-то немножечко не поднимают больше вопрос того, что там Белоруссия должна вступить в войну своими солдатами. Или же мы просто этого не видим? Или просто в нашем информационном пространстве столько всего, что эти сообщения как-то теряются? Ну, смотрите, во-первых, вот мы сейчас общаемся с 12 числа, 12 апреля. И вот в это время где-то должна начаться встреча Путина и Лукашенко. В космос собрались полететь. А, да, да, да. Желательно вдвоем. Точно. Поэтому никаких тут таких настроений на тему все закончилось быть не может. И все карты на столе. Военные в том числе. Поэтому в нашем случае одно простое объявление в части Белоруссии. Белорусский народ нам не враг. Мы никогда не забудем, что с белорусской территории летели и летят бомбы и ракеты и самолеты в Украину и убивают здесь людей. Этого никогда не забудем. Но, тем не менее, белорусский народ нам не враг. Но если белорусский солдат пересечет границу с оружием в руках на вас, вы познаете в полном объеме, что такое украинское праведное люди. Крапко. И тут не надо думать, что может быть как-то по-другому. Ну, я оптимист, потому что я какие-то там белорусские военные они опять же они могут относиться к Украине и России как угодно. Но я так думаю, что им умереть за Путина не за свою страну, а за Путина как-то не очень. Мне кажется так. Ну, а если будет другое решение, будем убивать, вот все. Это, понимаешь, я в данном случае цитирую, я так, это глагол, он такой самый агрессивный. Я его не просто так использую, и даже не я его придумал, точнее, он общедоступный, но это формулировка украинских военных. Людей с оружием в руках. Никто тут разбираться уже не будет. Чего ты сюда пришел? Любишь ты Лукашенко, не любишь? Где ты был во время протестов два года назад? За одну страну ты, за славянское братство? Вообще-то не имеет значения. Нам вот эта пропагандистская оболочка это побачение. Всем будет кирдык. Ну, они это понимают? И самое главное еще раз, тут все-таки первично не то, что не понимают, что у них будут стрелять, конечно, они это понимают. Первый вопрос они думают, а зачем это нам? У них своя страна. Ну, и пока у нас есть все шансы с Белоруссией восстановить отношения. Вот с Белоруссией есть отношения шансы восстановить. С россиянами нет. Вы знаете, это вы просто сказали о том, какая нам разница, если к нам пришли с оружием. Это вот сколько я из Луганска, остались там луганские знакомые, иногда с ними переписываемся, когда говорю, вот там в дом попали. И говорит, ну вот, ну, слушай, ну, в Арпене же ваши тоже отстреливались, а вдруг это ваши в свой дом попали. Я говорю, да какая разница? Вот у меня, ну, то есть вообще у меня нету претензий к нашим, если это наши попали. У меня вопрос о том, почему они стреляли. Наверное, потому что вот как бы ваши сюда поперли. Вот. Ну, то есть, вот знаете, вот какой-то очень странный подход там у людей. Сюр, он преступствует, только я даже не хочу это обсуждать, потому что военные преступления, они связаны впервые с тем, что они убивали мужчин и женщин со связанными руками в подвалы. Об этом идет речь. Понятно, когда идут боевые действия, работает артиллерия, от этого умирают все, и гражданские в том числе. Просто нашим друзьям из Луганска, вот, которые так вот размышляют. А вы задайтесь вопросом немножечко по-другому. Как это так получилось, что у вас сейчас все мужчины или насильственным образом призваны, или, как я точно знаю, мужчины призывного возраста прячутся по каким-то чуть ли не конспиративным квартирам, им раз и подвалом, и чердакам, и женщины или кто-то близкий приносит им еду раз в сутки. Потому что, если они выйдут на улицу, на них оденут российскую вот эту вонючую форму, дадут винтовку Мосина и скажут, теперь ты солдат армии Путина. Ты должен за Путина сдохнуть. Может быть, об этом надо спросить у наших луганчан. И в этом плане я хочу тебе сказать, что эта территория вполне возможно до конца этого месяца будет освобождена. И никаких проблем, самое главное, с реинтеграцией не будет. Не будет, потому что все эти люди скажут, мы так давно ждали. И играет гимн на этом, все плачут в дефиците желтой и голубой, потому что все хотят быть с украинским флажком. Вот так вот будет в Луганске. Ну, Роман, на самом деле там достаточно большое количество людей и до этого этого ждало. Так что... Ну, вот, вот, вот. Да, с Крымом будет немножко тяжелее, но, в принципе, у нас будет время запастись флажками, чтобы не было дефицита. Роман, на этой оптимистичной ноте будем заканчивать, флажки уже шьем, вот, будем высылать посылкой в Луганск и Донецк. Очень хочется съездить на свою историческую родину и уже там постоять возле памятника Шевченко, где я познакомилась со своим мужем. Так и будет. Хорошо, Роман, спасибо большое за этот эфир. Я с вами прощаюсь для всех зрителей Политека онлайн. Напоминаю, что лайки и комментарии приветствуются. Подписывайтесь на канал. Счастливо!